Меня зовут Джимми Янг, я из Филадельфии, штат Пенсильвания. Джимми родился 14 ноября 1948 года. Он не интересовался боксом до 14 лет, но затем группа подростков отобрала у него радиоприемник, что побудило Джимми пойти в боксерский зал, чтобы научиться защищаться. Напоминает историю другого очень известного боксера. Янг начал тренировки в полицейском спортивном центре. Он быстро показал себя талантливым боксером и впоследствии выиграл два турнира «Золотые перчатки» штата Нью-Джерси. Но, как известно, в боксе не только профессиональном, но и любительском нужны люди, которые будут тебя продвигать. Нужны спонсоры, которые будут закрывать боксеру его повседневные нужды, пока он будет выкладываться в зале. У Джимми не было таких людей, поэтому он совмещал боксерскую карьеру с работой. Его отец был сварщиком и обучил сына этому ремеслу. Помимо этого, Янг работал в прачечной, на стройке, грузчиком, а также водителем грузовика. В такой ситуации, несмотря на очевидный талант, у Джимми просто не было шансов попасть в сборную страны и отобраться на Олимпиаду 68-го года в Мехико. А на те игры поехала одна из лучших боксерских команд в истории США. Американцы уступили по золоту, но суммарно завоевали наибольшее количество медалей. В тяжелом весе олимпийским чемпионом стал Джордж Форман. Глядя на то, как большому Джорджу вручают золотую медаль, сварщик Джимми мог только помечтать, что когда-нибудь окажется в ринге с олимпийским чемпионом Форманом. В 1969-м Янг принимает решение о переходе на профессиональный ринг, чтобы начать зарабатывать. До второго пришествия Мохаммеда Али был еще целый год, но тяжелый вес был насыщен талантами и деньгами. Проблема Джимми была в том, что его сложный защитный стиль не вписывался в ту эпоху ярких и зрелищных поединков между боксерами, которые в первую очередь исповедовали стиль атакующий, поэтому очереди из желающих поддержать Джимми не было. Янг все же нашел финансовую поддержку. Один спонсор торговал электроникой, другой автомобилями, но больших денег вкладывать они не собирались. Первым тренером Янга стал Боб Браун. Это имя никому ни о чем не скажет, и этого уже достаточно, чтобы понять, с чем пришлось стартовать Янгу. После 10 боев на счету Джимми было 7 побед и 3 поражения. Спонсорских денег не хватало на то, чтобы выстроить грамотный старт, поэтому приходилось ждать предложений и соглашаться на бои в последний момент. В боксерских кругах драться с Янгом желающих было немного из-за его стиля, но хотя бы было много желающих привлечь его в качестве спарринг-партнера. Например, Джо Фрейзер нанял Янга для подготовки к поединку против Мухаммеда Али в 1971 году. В 11 поединке на профи ринге соперником Янга стал один из самых страшных панчеров в истории бокса Эрни Шейверс. Янг и Шейверс дебютировали на профи ринге осенью 1969-го с разницей в 9 дней. Но за следующие 3,5 года Джимми провел только 10 поединков, а Шейверс – 44. Их бой в 1973-м стал примечательным, потому что это первый в истории профи бокса официальный поединок, в котором судьей выступила женщина. Кэрол Полис за свою карьеру отработала 155 поединков, последний из которых состоялся в 2009-м. Однако в этом бою услуги Кэрол не понадобились. Шейверс нокаутировал Янга в третьем раунде. Тяжелое поражение навело Джимми на мысль о том, что он просто не дотягивает и нужно больше работать в зале. Через год и девять месяцев Янг и Шейверс встретились вновь. Судьи объявили ничейный результат. Обозреватели у ринга в своем большинстве посчитали, что Янг не просто выиграл, а разгромил своего соперника. Эрни входил в десятку лучших тяжей мира на тот момент, поэтому ничья позволила Янгу получить поединок против еще одного претендента по имени Рон Лайл, который не избегал трудных вызовов и дал Янгу шанс. Джимми им воспользовался, одержав уверенную победу. Вы видите кадры их второго боя, потому что первого нет на видео. Как и двух боев против Шейверса. Несмотря на проигрыш, через три месяца Рон Лайл вышел на бой против абсолютного чемпиона в тяжелом весе Мохаммеда Али. К сожалению для Янга, эта победа не открыла ему путь к большим боям. Три следующих поединка он провел против соперников с послужными списками 9 побед-9 поражений, 9 побед-22 поражения. А третий соперник, нокаутированный Джорджем Форманом Хосе Роман, из последних 11 боев выиграл только 3. Как ни парадоксально, но яркая победа над Лайлом не дала возможность подраться за титул. А невзрачный поединок с Хосе Романом принес Джимми Янгу именно то, о чем он мечтал. После триллера в Маниле, команда Мохаммеда Али старалась подбирать ему соперников не столь опасных, а Янг, не обладавший тяжелым ударом и большим опытом, казался именно таким соперником. Из 17 побед, Джимми только 5 одержал досрочно. Проблема была только в том, что его имя было неизвестно широкой публике, поэтому Али старался раскручивать бой настолько, насколько было возможно. Ни один человек на планете не победит меня в этом году, это невозможно. Я так быстр, что ударю тебя быстрее, чем об этом узнает Господь. Я ударю тебя так сильно, что содрогнутся твои родственники в Африке. Ты еще не устал? Я не устал. Пока есть новые головы, по которым можно бить, люди будут меня слушать, а твоя голова новая. Хочу сказать спасибо чемпиону за то, что дал мне шанс забрать его корону. Это будет хороший бой, и я предсказываю победу. Говорят, в Вашингтоне много цветных, поэтому я хочу, чтобы братья увидели меня до того, как я завершу карьеру. Покупайте билеты. А когда я буду смотреть на зрителей, я хочу, чтобы все сидели вот так. На последних секундах вы могли слышать смех Дона Кинга. Гонорар Али составил 1,6 миллиона долларов, плюс 200 тысяч на покрытие тренировочного лагеря. Судя по результатам взвешивания, большую часть этих 200 тысяч Али потратил на какие-то другие дела. Потому что на весах он показал 104 килограмма, что на 4 килограмма больше его оптимального веса в тот период. Янг весил 95 килограммов, и тогда для него это была норма. Гонорар Джимми составил 85 тысяч. На эти деньги можно было купить два Роллс-Ройса, так что сумма по тем временам приличная. Перед началом боя Али всячески провоцировал Янга, сначала изображая защиту, а затем махнув перчатками буквально в сантиметрах от лица Джимми. Субтитры делал DimaTorzok В первом раунде Али просто шел на соперника, а Янг легонько обстреливал его джебом. Как только чемпион попытался атаковать справа, претендент удивил его контратакой. Джимми чувствовал себя в ринге очень уверенно и расслабленно. В этом поединке была система подсчета 5-4. Победитель раунда получает 5 очков, проигравший 4. Во втором раунде Али чуть активизировался, но все равно множеством легких джебов раунд забрал Янг. К тому же его действия в защите были эффективными. Он почти не давал по себе попадать, а иногда совершал точные контрвыпады. Али может двигаться быстрее после атакации. Али просто говорит, что заходи, как мы считаем, к концу к концу к концу. Али не любит этот тип, это был он, кто заходил к концу Али в Купман Африке. Джимми выбрал очень хорошую тактику. Пока чемпион бездействует, самому напрягаться тоже не стоит. Поэтому он атаковал легкими ударами, не тратя лишних сил. Но с учетом того, что Али почти ничего не делал, этого было достаточно, чтобы выиграть первые три раунда и создать себе хороший задел. В четвертом раунде Али пошел на соперника с атакующими намерениями. Однако Янг заставлял чемпиона промахиваться. Еще ни с одним соперником Али не выглядел в атаке настолько неэффективным. Моздачаил Келли, который в последний раунде. Мальчима, в последний раунде. Ни-ана шумеря, хуй-пай. Хуй-пай, перейд. Али начинает сейчас, как Али начинает перемывать. Аль-Али снова начинает в двигатель. Али не «безут»! Молодец! Молодец. Но – дам我 – 45 секунд минуты в раунду в Раунде. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В седьмом раунде Янг использовал лазейку в правилах, убрав голову за канаты. В таких случаях бой должен быть прерван. Таким образом, Джимми гасил атаки Али. Несмотря на все хитрости претендента, этот раунд ушел чемпиону. Правда, в восьмом раунде Янг прибавил. Особенно бросается в глаза то, как он использует клинчи. Сначала гасит атаку соперника, а затем на ближний пробивает по корпусу. Jimmy Young, with only 23 fights behind him. 17 victories. It was up and watered it off. Look at Young. Right lead and missing. Young in there with the right. Али is having all kinds of trouble. Reaching this kid, penetrating. Young moving away. It's far from used up. The end of the round upon us. We're underway in round nine. Putting this fight in perspective thus far, Али has tried to become the aggressor and Lurisa has not fought Compellas. Whether it's look at Young. Али after him and the kid curls up again. Got to number three on the basis of his knockout of Richard Dunn. Look at that. Two quick jabs landed. В девятом раунде после двух плотных джебов от Янга, Али решил, как в былые годы, потанцевать вокруг соперника. Проблема была в том, что рефлексы Али были уже далеки от былых лет. К тому же тайминг Янга был лучше. Да и удобную для себя дистанцию он тоже держал под контролем. Поэтому танцы он быстро прервал акцентированной атакой. Интересный, isn't it? В десятом раунде Али продолжил танцевать. А Джимми Янг продолжил наказывать его за эти бессмысленные скачки. В одиннадцатом раунде Али хоть и удалось одной из редких для него в этом поединке попаданий с акцентом, раунд он все равно проиграл. Цель была перед ним, но попасть в нее было очень трудно. Не сказать, что Янг был уж очень быстр, но у него было два очень важных качества. Умение постоянно менять дистанцию и умение, стоя перед соперником, оказываться где угодно, но только не на линии ударов. Эти два фактора буквально нейтрализовали Мухаммеда Али. Другими сильными сторонами Янга были расчетливость и хладнокровность. Представьте себе, каким безумно популярным был Майк Тайсон в конце 80-х. Ну или Флойд Мэйвезер во второй половине 2010-х. Так вот, авторитет и популярность Железного Майка и Флойда Мэйвезера в сумме не могли сравниться с тем, что представлял собой Мухаммед Али в 1976-м. Всего полтора года спустя разборки в джунглях и полгода спустя триллера в Маниле. Мухаммед Али был больше, чем весь профессиональный бокс вместе взятый. И вот против личности такого масштаба Джимми Янг боксировал так, будто перед ним просто рядовой соперник. При том, что перед боем, исходя из коэффициентов букмекеров, Джимми был аутсайдером 15 к 1. Ни на один чемпионский бой в своей карьере Мухаммед Али не выходил, будучи настолько большим фаворитом. В последней трети боя брат Мухаммеда, Рахман Али, постоянно кричал из рингсайда «Мухаммед, ты проигрываешь!». Как и вся команда чемпиона, Рахман был очень взволнован. Однако сидящий рядом с ним Дон Кинг, как всегда, пребывал в отличном настроении. В 12-м раунде Али пошел в навал. Не сказать, что точных ударов было много, но это был именно тот случай, когда один боксер переработал другого. А в концовке Янг еще и был наказан за свои трюки. Он снова высунулся за канаты. Но рефери решил отвадить Джимми от этого, отсчитав нокдаун. Тем не менее, раунд уходит Али со стандартным счетом. При системе подсчета 1-0 или 5-4, как в нашем случае, боксер, которому отсчитали нокдаун, гарантированно проигрывал раунд. Даже если до этого он явно его выигрывал. Но счет при этом был стандартным. Дополнительных очков за нокдаун не снимали. В начале 13-го раунда Али с высоты своего авторитета решил накинуть Янгу под затыльник за излишнюю хитрость. Рефери не стал делать замечания Али, но и претендента снова штрафовать не стал. Однако вскоре Янг снова ушел за канаты, что было довольно странно с его стороны. Хотя, возможно, таким образом он просто попытался вывести соперника из себя. Потому что происходящее далее очень сильно напоминало разборку в джунглях. Только теперь Али оказался на месте Формана, а Джимми Янг исполнил самого Али. Пятился назад, но не давал по себе попадать, а в ответ бил точно и с акцентом. Одним из комментаторов поединка был Кен Нортон, который на тот момент уже дважды дрался с Мухаммедом Али. И планировался третий бой, которого ждали с нетерпением, потому что счет личных встреч был 1-1. Глядя на происходящее в ринге, Кенни сказал, если Али сегодня проиграет, это будет стоить мне больших денег. Бой Али-Янг рассматривался как промежуточный, потому что Нортон был обязательным претендентом на титул. И все шло к тому, что во второй половине 76-го года Нортон и Али встретятся в третий раз. Теперь же казалось, что о третьем поединке можно пока что забыть. Особенно на фоне того, что в 14-м раунде Джимми Янг демонстрировал мастер-класс по контратакам, преподавая урок бокса самому Мухаммеду Али. Мухаммед Али. Мухаммед Али-Янг рассматривался. Мухаммед Али-Янг рассматривался. В 15-м раунде Янг снова высунулся за канаты, чем довел до белого коленя всю команду Али. Да и сам величайший начал жаловаться, хотя он вообще делал это крайне редко в своих боях. Мухаммед изо всех оставшихся сил попытался вырвать концовку этого поединка. Основным комментатором боя был Ховард Касселл, телеведущий и близкий друг Мухаммеда Али. По ходу эфира он постоянно твердил о том, что это равный бой, а некоторые точные попадания Янга озвучивал как удары, прошедшие мимо цели. Хотя было более чем очевидно, что это неравный бой. Мой счет 12-3 по раундам в пользу Джимми Янга. На официальных судейских карточках тоже была уверенная победа. Правда, разрыв чуть меньше, чем у меня. В скобках для удобства я указал количество выигранных раундов. Двое судей из трех ставили ничейные раунды, поэтому их сумма не 15, а меньше. В целом, если не брать первую карточку, на двух других – уверенная победа. Но есть проблема, потому что это победа Мухаммеда Али. Да, все трое судей, а двое так вообще с большим отрывом отдали победу Али, совершив одно из самых выпиющих ограблений в истории бокса. Еще до объявления решения команда Али молча стояла с грустными лицами, а в команде Янга уже началось празднование. Но после объявления решения команды поменялись настроениями, а болевшая за Али публика встретила судейское решение неодобрительным гулом. Это не один из тех боев, где множество сложных для подсчета раундов, и еще хоть как-то можно оправдать решение тем, что судьи могли что-то увидеть, а что-то не увидеть. Этот поединок не был конкурентным. Это бой, в котором один боксер не дал сделать другому вообще ничего, отдав буквально три раунда из пятнадцати. Безусловно, Али был далеко не в лучшей форме. Но поединок оценивают не потому, как бы он сложился, если бы чемпион был в лучшей форме, а потому, что конкретно произошло. А в этот вечер произошло то, что Джимми Янг одержал разгромную победу. После боя Али заявил, что победил по праву. Единственное, с чем он не согласился, так это со счетом, где разрыв был большой. По мнению Али, он выиграл с небольшим преимуществом. Сложно представить, какие чувства испытывал Джимми Янг. На глазах у всех он победил абсолютного чемпиона мира. И на глазах у всех его нагло ограбили. Это понимали фанаты, пресса и даже представители команды Али. Но, видимо, недаром, когда Рахман Али кричал своему брату «Ты проигрываешь бой!», сидящий рядом с Рахманом Дон Кинг мило улыбался. Он знал, что сегодня Али не проиграет ни при каких обстоятельствах. После боя Янгу оставалось только позировать, держа в руках журнал «Мировой бокс», на обложке которого было написано «Мухаммед Али проиграл Джимми Янгу». В конце 1976 года Янг провел второй поединок против Рона Лайла и выиграл решением судей. А в марте 1977 его ждал большой Джордж Форман, который рассчитывал получить реванш с Мухаммедом Али. Но команда Али отказала в 1976-м, и Форман предпринял попытку добиться этого при помощи побед, в том числе и над Джимми Янгом. Потому что тот, по сути, победил Али. Поединок Форман-Янг состоялся 17 марта 1977 года в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Янг показал на весах 96,6. Форман весил 104 килограмма. И в то время это был его оптимальный вес. Форман-Янг 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 Поединок начался осторожно, но уже во втором раунде Янг хорошо приложился справа. В третьем раунде рефери снял с Формана один балл за то, как он воткнул соперника в канвас. До этого Джордж тоже несколько раз очень грубо отталкивал Янга. Продолжение следует... Перед боем Джимми заявил, что для него главное пережить первые пять раундов, а затем Форман подсядет физически и можно будет начинать работать. Когда наступил шестой раунд, Большой Джордж не выглядел уставшим, а в начале седьмого оживил происходящее на ринге. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... А с учетом того, что Янг только лишь оборонялся и редко бил в ответ, раунд уходит Форману. Продолжение следует... По 11-му раунду стало ясно, что Янг взял паузу в 10-м, чтобы подкопить сил на концовку боя. В 11-м раунде Форман ловил лицом почти все, что в него летело. Что стало еще одним подтверждением того, что за три года с момента урока бокса, который преподал ему Мухаммед Али в Заире, Форман ничему новому не научился. Он делал все то же самое, что и в поединке против Али. Но просто Али был крупнее и бил жестче, а Янг на фоне Большого Джорджа выглядел как полутяжеловес. Поэтому свалить соперника ему было сложно. Но... Субтитры создавал DimaTorzok Незадолго до боя на пресс-конференции Один из журналистов сказал Янгу «Многие из нас считают, что у тебя нет смелости и характера, чтобы победить Формана». На что Янг спокойно ответил «Что вы вообще знаете о моем характере? Я покажу вам его в бою». «Думаю, вы с нетерпением ждете официального решения. Перед тем, как я вам его назову, скажу, что перед финальным раундом на карточке одного из судей Янг проигрывал бой в один балл». Но с учетом нокдауна, в конечном итоге Джимми одержал победу единогласным решением судей. Хотя даже если бы нокдауна не было, пусть и не единогласно, но Янг все равно победил бы. Когда-то Джимми смотрел по телевизору, как Джордж Форман примеряет на себя золото Олимпиады. А теперь он его победил – олимпийского чемпиона и бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Более того, победил в поединке, который по итогам 1977-го был признан боем года. Для Формана он ознаменовал завершение первой части его карьеры. В следующий раз Большой Джордж выйдет на ринг только через 10 лет. И вот как он описывает то, что произошло с ним после боя против Джимми Янга. Я вернулся в раздевалку и пытался остыть. И в этот момент я почувствовал, что я сейчас умру. Я испытал смерть в этой комнате. С кем ты дрался? Я дрался с Джимми Янгом. Я проиграл бой решением, и это не был какой-то тяжелый бой. Я ждал решения, узнал, что проиграл и пошел в раздевалку. Я увидел смерть. Моя жизнь была зациклена на имуществе, на банковских счетах, и я понял, что все это чепуха. Когда бумага сгорает, она сохраняет форму, но когда прикасаешься к ней, она рассыпается. Я увидел, как весь мир рассыпался позади меня. Все, что у меня было, исчезло. Все осталось уже в другом мире, и я даже не мог попрощаться с матерью. Я был мертв, я умер. Я начал плакать. Господи, я не хочу умирать. Я все еще могу боксировать. Я разговаривал с Богом, и он сказал, для меня главное не твои деньги, а ты сам. И я вернулся в свое тело. Через 8 месяцев после яркой победы над Форманом, Джимми Янга ждал поединок против Кена Нортона, который тоже испытал на себе вопиющее ограбление в третьем поединке против Мохаммеда Али. С той лишь разницей, что поражение от Янга Али не признал, а вот поражение в третьем бою от Нортона признал. Бой Нортон Янг был объявлен отборочным по версии WBC, а значит победитель становился претендентом на бой против Мохаммеда Али. Однако Али еще после третьего боя с Нортоном сказал, что больше с Кенни драться не будет. Но что если победит Янг? Али присутствовал на поединке и перед началом боя вскочил, крича, что настолько уверен в победе Янга, что даже готов поставить на него деньги. После чего достал из кармана несколько купюр, помахал ими, а затем убрал на место. Однако буквально двумя часами ранее Али сказал, что с Джимми он тоже драться не будет. Мохаммед все еще отходил от тяжелейшего боя против Эрни Шейверса и теперь намеревался выбирать только очень легкие поединки. 5 ноября 1977. Джимми Янг против Кена Нортона. Я не буду показывать вам детальный обзор боя, покажу лишь несколько самых интересных эпизодов, по причине того, что поединок был малонасыщенным. А победа Джимми Янга не вызывает сомнений. Джимми хорошо начал. В середине чуть сбавил обороты, однако затем прибавил в заключительной трети. В то время как Нортон подсел физически и дрался уже больше на морально-волевых. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. 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 Джимми закончил карьеру в 1990-м с послужным списком 35 побед, 18 поражений и 3 ничейных результата. Глядя только на эти показатели, вам не придет в голову, что они принадлежат одному из лучших представителей золотой эпохи тяжелого веса. О периоде жизни Янга после завершения карьеры известно немного. Дон Кинг пытался отсудить у него какую-то сумму денег, утверждая, что Джимми Янг что-то ему должен. На суде выяснилось, что контракта у Кинга с Янгом вообще не было, а все свои гонорары Джимми получал наличкой, так что по итогу Джимми ничего Кингу не должен. В середине 90-х Янг начал страдать синдромом травматической энцефалопатии, это заболевание нервной системы. Провоцирует проблемы с настроением, поведением и мышлением. Привело это к тому, что Джимми связался с наркотиками. Однажды его поймали с порошком, от тюрьмы его спас как раз-таки диагноз. Янг доживал свои последние дни в очень плохом состоянии, с трудом воспринимая окружающий мир. Он умер в 2005 году от сердечного приступа, ему было 56 лет. Джимми Янг должен был быть абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и иметь в своем послужном списке победы над такими боксерами, как Эрни Шейверс, Рон Лайл, Кен Нортон, Джордж Форман и Мохаммед Али. Последние трое включены в зал славы. Вы просто представьте, насколько это впечатляющее резюме, одно из лучших в истории тяжелого веса. Нет боксера, который победил бы одновременно и Формана, и Али, кроме Джимми Янга, пусть его победа над Али неофициальная. Но в итоге Янг лишь бывший претендент на титул, а в послужном списке официальные победы только над Джорджем Форманом и Роном Лайлом. А в зал славы ему теперь уже никогда не попасть. Просто потому, что у Дона Кинга были другие планы, а Янг в эти планы вписывался лишь как промежуточный элемент. Поэтому, когда мы говорим о том, что в начале 1960-х мафия перестала влиять на бокс, важно уточнять, что на бокс перестала влиять итальянская мафия. А в целом, коррупционный элемент в профи-боксе был всегда и будет всегда. И боксеры, которым сломали карьеры и жизни, тоже будут всегда. К сожалению, талантливый и смелый Джимми Янг, стремившийся к вершинам мирового бокса, оказался жертвой, принесенной во славу другим. Его стиль не вписывался в парадигму тех лет. Золотая эпоха тяжелого веса – это зрелищные поединки, зачастую побоища, нокауты. А такой боксер, как Джимми Янг, слишком сильно выбивался. Да и признанные звезды на его фоне временами смотрелись блекло. Золотая эпоха бокса не смогла перемолоть Джимми Янга на ринге. Уж слишком увертливым он был, но смогла сделать это за пределами ринга, потому что здесь у Джимми уже не было противоядия. Он победил Эрни Шейверса, но ему дали только ничью. Он разгромил Мохаммеда Али, но ему влепили разгромное поражение. Янг должен был покинуть ринг в статусе абсолютного чемпиона мира, а покинул его в шоковом состоянии. Даже с Форманом перед финальным раундом он проигрывал бой на одной из карточек и забрал победу единогласным, а не раздельным решением, только благодаря нокдауну. С Кеном Нортоном та же история, что и с Мохаммедом Али. Чистая победа Янга и чистое ограбление от судей. В боксе много кого грабили, но Джимми Янг в этом плане стоит особняком. Его не просто несколько раз ограбили, его уничтожили морально. Можно найти лишь считанные примеры, когда боксеров грабили настолько часто и настолько цинично, лишив великого наследия. Но наследие Джимми Янга намного больше, чем показатели и записи, которые вы можете найти в его статистике. Нечистый на руку судья может выдать любое решение, но действия на ринге не сотрешь, а Джимми Янг подарил боксу целый ряд красивых эпизодов и побед, да еще и на фоне соперников, включенных в зал боксерской славы. Джимми Янг был умным и технически подкованным боксером. Если бы его грамотно вели, сейчас мы говорили бы о бывшем чемпионе мира. Я рад, что кто-то еще рассказывает о Джимми, потому что он был выдающимся человеком. Субтитры создавал DimaTorzok